Наши в Австрии. Молодая, но уже известная курская художница Софья Ечина готовится к очередной персональной выставке. И не где-нибудь, а в Вене. Девушка уже отправила туда большинство своих работ, поэтому интервью нашей съемочной группе давала в полупустой мастерской. Мне очень нравится гулять. Мне кажется, что во время прогулки как раз-таки человек сам определяет свой ритм. Он может остановиться и посмотреть на что-то, может наоборот пойти быстрее. И в целом мне очень нравится самой управлять своим временем. В перерывах между поездками в Европу Софья Ечина гуляет по родному Курску. Ну, почти родному. Вообще-то она с Сахалинского острова Итуруп. Но как художница родилась в нашем городе. Здесь закончила худграф. Стала членом профессионального союза. Здесь пишет картины, на которые предвзятые европейцы смотрят непредвзято. Ну, так получилось, что я нашла людей, которым нравится мое творчество и галереи, которые любят то, что я делаю. И для меня это, конечно, очень интересно. Потому что у меня единственный запрет, который существует, в том, что я делаю никаких русских церквей. А вот католические монастыри в почете у европейских любителей искусства. Как и многочисленные виды тихих деревушек или упоительных винных полей. Софья уже изучила вкусы немцев и австрийцев. Зарубежные выставки и творческие поездки для нее не в диковинку. И дело, увы, не в том, что талант везде пробьет себе дорогу. Девушка объективно смотрит на свой успех. Немецкое искусство в целом, немецкое и австрийское искусство в целом, оно близко к тому, что я делаю. То есть даже немецкий экспрессионизм, еще что-то. Поэтому в целом это легко объяснить. Активной Софья была с детства. Спорт, танцы, иностранные языки, литература. Но рисование вытеснило все. Ее работы эмоционально напряженные, красноречиво говорят о внутреннем мире художницы. Она намеренно избегает деталей. Важна суть и цвет. Его Ечина без преувеличения культивирует. Я считаю, что мне очень повезло, потому что все говорят, что от природы женщины видят цвета лучше. Видят, понимают и воспринимают вообще цвет лучше. Поэтому я считаю, что некая часть природы в этом есть. Сейчас в мастерской художницы пусто. Лишь небольшие наброски, сделанные в Вене пару недель назад, когда Софья отвозила в Австрию картины для будущей выставки. Эти эскизы обязательно станут самостоятельными полотнами. И наверняка украсят еще не одну Европейскую галерею.